Всем привет! Мы начинаем очередное погружение игрового батискафа, лучшего с одной игровой индустрией. Лучшего, единственного. Да. И сегодня, на самом деле, почему я просил начать? У нас сегодня знаменательная дата. У нас сегодня 20-й выпуск. Маленький юбилейчик. И сегодня, когда мы записываемся, 17 марта, день Святого Патрика. Все, вот все сложилось так, чтобы нажраться хорошо. Паш, 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 Паш. Но после. В нашей ситуации я переименовываю этот праздник в День Святого Павлика. Потому что ты специально надел зеленую футболку. Я согласен, Андрей, с работы ехал у шара. Мы готовы к празднику, поэтому мы очень рады будет всех видеть. У Андрея зеленого надо, давайте, вот этот, на пушничек модный отдам. Вот. На эту тему, кстати, сейчас немножко поговорим. Изначально, давай, скажем темой, какие сегодня. Сегодня поговорим немножко про VR. Поскольку Sony анонсировала цену и дату выхода PlayStation VR, поэтому еще раз поговорим немножечко о VR. О VR. Да, о VR. Мы уже не молодые. Это надо за себя говорить, пожалуйста. У меня все пистолетом. Потом снова поговорим о покемонах, потому что как бы две новости. Одна хорошая, другая не очень хорошая. И это мы обсудим. Третье мы поговорим опять, что там у Sony. О том, что у Sony все плохо с PlayStation Vita и на нее забивают последние разработчики. Топовые разработчики. Ну и погрузимся на опасное дно, где поговорим о крутой игре, которой на самом деле нету. И о том, что Фил Спенсер на пекарей не обижается. Все-таки не смогли бы. Нет, еще не только это. Все-таки перед опасным дном мы еще сделаем нашу традиционную рубрику хэштег «Че там у Microsoft?» Поговорим не только про Фила Спенсера, но и про то, с кем пекобояре и владельцы Xbox One смогут играть в мультиплеер. Тогда между делом с покемонами мы еще поговорим по поводу того, что запустилось первое мобильное приложение от Nintendo. Это вот это вот Митомо. И, собственно, запустилась это... Митомо. Да, и запустилась Май Нинтендо. Что за Митомо такая? Будь уважительный, Митомара. Вот, и мы узнаем это, когда поговорим. Когда уже, собственно, дойдем до этой темы. Прежде чем начать... Сегунду. Хочу сказать то, что мы побывали на прекрасной презентации игры Need for Speed. Да, игра полугодичной давности, но на ПК она вышла только сейчас. Спасибо за это компания NVIDIA, спасибо за это Electronic Arts. Спасибо за это Роману Горошко. Да, у нас образовались вот такие вот конвертики. Их два. И в них код на Deluxe Edition Need for Speed для ПК. Мы готовы будем отдать два кода по обычным правилам вот этого конкурса репостов. То есть вы должны быть подписчиком нашего паблика Игровой Батискаф. Андрей, давай. Ссылка в описании. Да, лицо. Вот. И, соответственно, вы должны репостнуть запись именно с этим выпуском Игрового Батискафа. Все очень просто. К следующему выпуску Батискафа, к записи следующего выпуска Батискафа, все будет известно, результаты будут опубликованы непосредственно в группе Игрового Батискафа. И я предлагаю начать с VR. Давайте. We are. We are. The youth of the nation. Да. Да. And all your bases belong to us. Давай я начну, а? Давай, давай. Раз уж есть, что сказать, то я скажу. Я считаю, что VR для PlayStation и VR для всего остального это примерно то же самое, что V-mode для Nintendo и Kinect для Xbox. То есть это то, что просуществует довольно недолго и надоест всем за первые две недели эксплуатации, если не быстрее. А учитывая его ценник, а насколько я знаю, там подсчитали, и стоить это будет долларов 400, по-моему, да? Так нет, Sony опубликовала официальный ценник, и по официальному ценнику это 400 долларов, ну или 400 евро. Но работать это не будет без PlayStation камеры. Да. Поэтому нужно будет отдельно докупать тем, у кого до сих пор. Нет, отдельно докупать PlayStation камеру, которая стоит еще 60 евро. А поскольку на этом надо во что-то играть, то еще и игру надо будет купить. Само собой. Нет, там, конечно, будет идти что-нибудь в комплекте стопудово, что-нибудь типа Face Raiders такое, или V-sport такое. Ты знаешь, если, например, вот, мне сразу вот пришла вот самая банальная мысль. Вот помните, на Wii U есть такие гуглокарты, которые ты можешь, держа геймпад в руках, ты можешь крутить. Что-то типа Panorama View. Да, Panorama View. Вот, это будет прикольно, если это будет на PlayStation, но в VR. Нет, кстати, на Wii U было прикольно. Нет, это было на Wii U, но в шлеме это будет еще веселее. То есть, как бы, в руках джойстик, как бы ты им, типа, давай задаешь направление движения, в то же время ты можешь башкой вертеть. По-моему, это вполне себе такая, ну, вот это вот реально такое вот уже, что-то более-менее интересное. Но не за 40 тысяч, правда же? Это уже, ну, почему за 40 тысяч? 400 евро. 500 евро, окей. Ну, то есть, да, то есть, смотри, тот ценник, который озвучен сейчас, он сопоставил со стоимостью самой консоли. Ну да. Сколько у нас сейчас консоли стоит? 30 тысяч рублей. Я за 32 вот брал. Ну, у тебя лимит издания. А, не так сейчас. Ну, короче, неважно. Ну, допустим, возьмем усоединенные 20.990 за консоль, плюс камеры, которые у нас стоят, ну, уже, по-моему, 3.5, плюс PlayStation Move, который нужен будет для большинства игр. И в итоге мы что получаем? Получаем ценник 40-50 тысяч. PlayStation Move сейчас вот сколько стоит? А учитывая, что многие игры будут использовать два PlayStation Move'а, то есть тебе нужно будет комплект из двух Move'а. Господи, да боже, ты мой. Ну, просто все же видели вот эти ролики, которые появлялись. Там люди с двумя Move'ами вот это все делают. Ну, в принципе, это все равно дешевле, чем Oculus. Ну, ты знаешь, в сумме... Если посчитать в сумме, то одинаково. Плюс к всему, опять-таки, тебе же нужна консоль. Хотя к Oculus'у нужен ПК, я понимаю. К Oculus'у нужен очень мощный, наверное, я думаю, ПК. Да, ну, здесь опять, здесь ситуация о том, что вот люди говорят, что типа PlayStation VR это будет самый такой бюджетный входной билет в мир VR. Ну, на самом деле... Самый бюджетный входной билет в мир VR это картонные... Google Cardboard, да, я понимаю. Это самый бюджетный вход в мир VR. Ну, я имею в виду нормального VR, окей. Подожди, как говорится, вам шашечки или ехать? Ну, как, вот смотреть YouTube в 3D это одно, а, понимаешь, играть в видеоигры в 3D с VR, вот это вот все... Паш, ну ты же прекрасно понимаешь, что там меняемых игр, удобоваримых, скорее всего, не будет. Слушай, ну, на данный момент... Мы знаем, что на данный момент уже анонсированы некоторые проекты. Интересно выглядит, что... Until Dawn, эти американские горки неинтересны, сразу. London Heist выглядит интересно. Итчен выглядит интересно. Ригз выглядит интересно, как минимум. Три проекта уже есть, которые выглядят интересно. Есть проекты, с которыми ничего не понятно, ну... Можешь, сколько проекты выглядели интересно на старте Nintendo Wii? А когда они вышли, получил... Мы что получили? Рэймон Рэйвинг Рэйббет? Ну... И Red Steel. Да. Ну, кстати, Red Steel был не таким плохим, он просто не работал так. В Xbox. Red World это не на старте было. Хорошо, WarioWare, Smooth, Smooth. Да, WarioWare, да. Работал. WarioWare это всегда была игра, которая подчеркивает возможности консолей от Nintendo. Ну, я знаю, если на PlayStation выйдет WarioWare, то да, будет круто. Ну, ты знаешь, Sony уже делала игры очень похожие по тематике. У них там был какой-то... Фробишер СС на PlayStation Vita. Был какой-то Hot Pixel на PSP. И это тоже такие были вот эти наборы микроигр. Ты знаешь, больше всего из PlayStation-овских игр мне напоминают WarioWare, почему это именно Paraffa The Rapper. Он такой же долбанутый. Но он немножко другой в плане геймплея, но в плане подачи. Совсем другой. Он в плане подачи очень похож. Слушай, это типично вот это вот, мы нажимаем кнопочки по паттерну. То есть это... Сложно. Я не спорю, что это сложно. Но это значит вот это вот Project Mirai вот этот вот с Хатсуно Мику там в Японии. Guitar Room M. Это все вот это, игры такого же типа. Понятно. И естественно, ну, они из другой оперы. Я вот хотел Андрею на день рождения подарить Майкл Джексон Experience, но что-то я его слишком уважаю, видимо, для этого. Кого, Майкл Джексон или Андрея? Конечно, Майкл. Вот, на самом деле, я, что хочу сказать, вот, я хочу просто вернуться к теме, к основной, и хочу сказать то, что я до сих пор не понимаю VR. То есть вот, как бы, я смотрю на ролики, и я не понимаю, где это будет работать. Я смотрю на ролики, и у меня в них нога не вылезает. Да, да, примерно так. Вот, то есть, я не знаю, мне не довелось попробовать PlayStation VR, когда он был на Игромире, потому что очередь, там, на два часа я не смог отстоять. Я не был на западных выставках, где его показывали. Я не знаю, что это, не знаю, какие ощущения. Я знаю, что такое Oculus. И Oculus это больше для созерцания. Ну, то есть, как бы, игры под него, они, ну, такие. А кому больше для жиденького? Юра, вот, например, не может даже бельтопланов управлять, там, нормально. Да управлять-то, не знаю, я очень боюсь Oculus, и когда на меня его надевают, мне кажется, что я сейчас умру. Мне правда очень страшно. Я, наверное, действительно очень ценю свою жизнь. Даже когда я в шлеме и сижу все-таки на кресле. Когда они меня заставили на машинках тут кататься недавно, я думал, что все. Мы тебя не заставили, тебя заставила прекрасная женщина. Да. Которая сказала, Юра, только женщина может заставить меня пойти на безумство. Вот так. Поэтому, если вы женщина и смотрите игровой батискап, и хотите, чтобы Юра сотворил безумство, пишите в комментариях, какое безумство вы хотите, чтобы он сотворил. Брови не сбри. Вот, вот, да, VR, я пробовал VR, нормально так. Ну не PlayStation VR, но как бы Oculus. Ну тоже Oculus. Мне почему-то кажется, что у PlayStation это будет лучше, чем у Sony. Ой, чем у Oculus. Не, ну просто вот ситуация какая. Ты что пробовал в Oculus? Ты же у Робли у тебя пробовал? Я и на выставках его много раз пробовал. Я пробовал War Thunder, я пробовал UL2 Штурмовик, я пробовал все Horror. Пробовал эти американские горки, это все херня. Ну опять, ну... Это прикольно. Не, ну опять, здесь просто к чему, я ничего не могу понять. И в шутанах пробовал. В шутанах это омерзительно и не нужно. Вот. В шутанах очень неудобно играть. Тебе просто блевать за все они. Потому что у тебя просто мозг сразу разрывается. То есть, я понимаю, возможно, это дело привычки, но когда у тебя реально, когда ты привыкаешь, то у тебя прицел привязан к взгляду. То есть, если вы привыкли блевать, то можете играть в шутеры. Ну это действительно, это неудобно то, что тебе приходится целиться именно головой. Это такая хорошая штука для анорексичек, которые вот жрут и сразу рвотные рефлексы вызывают. То есть, пошел, сел, надел Oculus, там, поиграл в Quake 2, сразу побежал обливать. Все, вот, удобно. Пальцы в рот совать не надо. Ну, хорошо. Прямо прекрасно. Но, опять-таки, штука эта будет в любом случае в тренде. В PlayStation блев-симулятор. Это что-то, знаешь, вот это вот для WarioWare как раз там подходит. Это как раз в его стиле. Это финальный, а, вернее, босс последнего уровня, червяка Джима первого. А рыбой, понимаете? Вот. В любом случае, от VR мы никуда не денемся. Потому что это реально такой очень мощный тренд, который поддерживают именно такие АА-разработчики, так сказать. Все хотят урвать кусок от этого пирога. Нет. Точно так же, это точно так же, как из... Я все время путаю поколение консолей. PlayStation 1, Nintendo 64, такое поколение? Пятое. Вот. Это как разработчики пятого поколения консолей. Мы вышли в 3D, но что с ним делать мы не знаем. Но мы все будем в нем делать, даже если будет дерьмово, потому что это тренд. Вот. Это будет выглядеть постыдно, забавно, иногда херово. Но лет через 5 все станет круто и всем будет этим пользоваться. Да, да. Пара ваших друзей позовет вас в гости, наденет на вас шлем и скажет, посмотри, до чего технологии дошли. Вы поиграете... Посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. Да, посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. Ну, с другой стороны, опять-таки... Вы в это поиграете полчаса и пойдете дальше сжирать свою обуву на газете, на кухню. Подожди, ты не забывай про то, что уже есть made simulator для VR. Вот это вот, да, это может вытянуть. Ну, опять-таки, давай будем честными. Не, ну, смотри, давай будем честными. Вот порно и все adult-индустрии, она сразу идет вот в Oculus. В Oculus. В не в PlayStation. Я, кстати, в Sony не будет. Вот традиционно мы сейчас скатываемся к нашей любимой теме, но порно в Oculus мне сложно представить, а зачем... Нет, невероятно, а зачем оно там? То есть, прости, что ты там собрался по сторонам смотреть? Не зажгла ли мама в комнату? Ладно, Юра, наконец-то и скажите, что это хорошая шутка. То есть, знаешь, как, есть моменты, когда вот... Или салфетки искать. Нет, знаешь, как... Просто Юра сразу же себе представил не порно, а фаб-симулятор. Нет, мне просто сразу вспоминается вот это порно 90-х и начало нулевых, в которых вот этот весь постыдный ракурс, которого стыдятся все мужики, когда смотрят порно. Когда вот неожиданно крупный ракурс на мужика. Ты такой... Когда лицо именно показывает. Да, именно лицо. Ладно, все остальное. Ты такой, а что делать? А зачем? Вроде и останавливаться уже не тема. А когда, знаешь, самым... Ладно, все, мы опять пересыпаем эту тему. То есть, как бы в этом плане в Oculus удобно. То есть, ты можешь сразу смотреть... Такой сразу, значит, я застенчиво отвернулся. Да, я застенчиво отвернулся, потом вернулся. Но, как бы, это окей. Прости, Рока. И снова мы к этой теме. Вот, в любом случае... Что делать, если видеоигры, они идут вот прям параллельненько, рядышком с порно. Иногда даже пересекаясь в некоторых местах. Ну да, Made Simulator. Ну да, примерно. Diko 3. Diko 3. Ну это мы уже обсуждали с Кристиной Домино уже в позапрошлом каком-то выпуске. Да. Поэтому не надо. Давайте с этого убежим. Вот. В любом случае, от VR мы никогда не денемся. И не убежим. Технологии рано или поздно. То есть, опять же, если это не будет такой велотекущий тренд, который вот сейчас так быстренько раздуется и схлопнется, то... Что мне и кажется. Я не могу до конца верить, что он действительно... Слушай, но в него вливает Facebook, например. И Facebook может себе позволить это вливать. И достаточно долго. Слушай, на самом деле, ты знаешь, вот насчет этой фишки с Facebook, мне кажется, что вот если будет VR как-то комбинироваться с Facebook, это будет, знаешь, как интернет, который был показан в сериале «Фокурама». Ну да. И ты идешь, и там такие вот эти комнатки, комнатки, из которых у тебя банк вылетает. Ты помнишь, ты помнишь, 90-е... И тебе подбегает, знаешь, какой-то такой умолещенный, такой чувак, такой, такой, «Мне надо прополоть грядку, зайди ко мне в садик». Вот это вот, зайди ко мне в садик. Ну подожди, ты не забываешь, что ли, как бы, если вы родились в 90-е, не каждый зритель игрового батискафа родился в 90-е. Некоторые гораздо раньше. Некоторые гораздо раньше, а другие гораздо позже. Вот, наверняка те, кто помнит интернет по Dial-Up, они помнят проект GeoCities, на котором хостились все модные сайты, потому что других хостингов не было. Вот, они же тогда развивали вот эту вот идею виртуальных городов. Собственно, их название как бы домена понятно. То есть они думали о том, что это будет именно такой огромный виртуальный город, в котором ты будешь путешествовать, в котором ты будешь ходить от сайта к сайту, вроде бы, вот как пешком. Знаешь, когда мне говорят об интернете конца 90-х, начало нулевых, у меня такая ностальгия, я сразу вижу черную шапку «Чертовы кулички». На куличиках. На куличиках. Нет, чертовы кулички разговаривали. Кулички, да, было такое. Кулички, да, было такое. Чат «Кроватка», лайк за это, если помните, что это такое. Андрей, ты каждый выпуск вспоминаешь о «Чете Кроватка», я думаю, что все уже, кто хочет, ну, через один. Неправда. Было дело. Один раз. Ты даже в нем. Друзья, посчитайте, сколько раз Андрей вспоминал о «Чете Кроватка», напишите об этом в комментариях. Смотри, там был первый секс виртуальный. Кстати, неправда. У меня вообще ни разу не было виртуального, я тебе честно скажу. Мне было такое, типа, смотри, какое я купила белье, прости, я в Halo играю уже. Вот, ладно, вернемся к VR, традиционно опять, я говорю. Может, не вернемся, может, дальше. Короче, в любом случае, через пару лет, если это не схлопнется, то, я думаю, в любом случае, с развитием технологий через пару-тройку лет это будет в каждом доме, это будет абсолютно обыденной технологией, мы сможем в VR смотреть первый канал. Что может быть прекрасней? Даже не знаю. Только второй канал. НТВ. НТВ. Надел, весь в голову не снял. Снял, ничего не изменилось. Такой, вау. Слушай, а прикинь, прикинь сериал «Улица распутых фонарей» в VR. Там такой, 4 на 3 такой, Андрюха по коням, у нас вдруг, возможно, разложный криминал. Нет, 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 ты еще должен будешь выбрать, за кого из них ты будешь в серию. За Ларина. Да, сегодня хочу быть Ларина. За Дукалеса смотришь, и щеки такие мешают, знаешь. Я за Дукалеса готов двойную. Перейдем к теме… Значит, с хорошего и с плохого давайте вот так. С хорошего. Да уж с плохого. Ладно, давайте с плохого. Тогда у нас следующая подрубрика. Микроблок. Не-не-не, я скажу, как… Сегодня в австралийском соотарке кенгуру ради настройню. Самолет разбился. Как в Гриффинах было, типа, две головы. Одна хорошая, другая плохая. Слушай, вообще-то, как бы, не совсем правильно. Вообще, как бы, по теории пропаганды, всегда нужно подавать сначала плохие новости, неважно какое, насколько они херовые, а в конце всегда завершить чем-то хорошим. И тогда у нас сегодня кошка родила вчера котяту. Да, да, да. Поэтому мы начинаем с плохой, потому что мы пропагандируем добру, радость. Да, в общем, ситуация какая? Человек по имени Эрик Медалл Был художником и дизайнером покемонов. Работал в Pokemon Company. И вот погиб, да, в возрасте 42-х лет. Странная ситуация. На его машину упало дерево. Странная ситуация. На его машину упало дерево. Он поехал с детьми в парк, и его машину прибило дерево. А как дети? Знаешь, написано «Байстендер Респит Медалл Дотар Фон Д Врэкадж», и она была отправлена к близким хоспиталу, с маленькими болезнями, как написано на катаке. То есть, ребенок жив, а вот папке повезло меньше. К сожалению, The Pokemon Company потеряла одного из дизайнеров, поэтому придумывать дурацких покемонов им станет несколько сложнее. летающих связков ключей, покемонов грузины или пирамиды. Да, да, да. Да. Я думаю, чтобы люди поняли, Паша, ты должен будешь вставить туда покемоны грузина, покемонов связку ключей и покемонов мороженки. А где? Ну, поэтому за него, конечно, не чокаясь, в любом случае. Да, не чокаясь. В любом случае, все, кто занимаются покемонами, они находятся у батискафа в белом списке. Да. Тем не менее, это, конечно, грустная ситуация, но для любителей покемонов есть и хорошая новость. Тут недавно подсчитали, сколько вообще за 20 лет существования покемонов было продано копии игр, совместно включая спин-оффы. Да, 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 то есть всего, что носит в головке покемон, двести семьдесят девять миллионов игр. И это охренеть какое большое число. Это правда. Я даже не знаю, он даже не хочет упрекать кого-то. То есть, как бы, если вы считаете, что покемоны это для детей, Nintendo это для детей, и ни один нормальный человек в это играть не будет, двести семьдесят девять миллионов копий за 20 лет. А если так подумать, то только у нас там дома лежат штук по 15 этих разных копий. Ну, неважно, ты понимаешь, все равно ты заплатил за это. Конечно. Ты купил это. В общем, я как любитель считать чужие деньги, я провел небольшой подсчет чужих денег и представил, что каждая копия игры стоит 50 долларов. Ты не правильно считал, 30 долларов считать. Потому что портативные игры 30 долларов. А, ну да. 30 долларов. Ну, хорошо. Сейчас Андрей расчеплит свой калькулятор. Ну, это если по минимуму брать, потому что там же есть и для стационарных консолей тоже. Ну, на самом деле, вот смотри, давай возьмем немножко проще. Количество игр покемон только основной серии это 210 миллионов. Несколько меньше, но тоже цифра, конечно, очень впечатляющая. Поэтому давай исходить из этого. На 30. На 30. Смотрите, Андрей считает деньги в прямом эфире. 6 миллиардов 400 миллионов, матерь, долларов США. Это если очень, конечно, все это округлить. Очень, очень. Но порядок цен вы понимаете. Даже если там будет 5 миллиардов, то все равно будет легко. А учитывая, что The Pokemon Company, они делают не только игры, это еще и мерчендайз, это еще и сериал, это еще куча самого разнообразного стафа, который никак не связан с играми. Ну, кроме самих покемонов. The Pokemon Company будет процветать. А учитывая, что это дочерняя компания Nintendo, вы долго еще будете хранить Nintendo, мои друзья. Серьезно. Очень здорово. Если вы действительно старый и скучный скряга, который считает, что покемоны это для детей, и вы ставите их в одну плоскость с телепузиками, прости господи, перестаньте это делать, не позорьтесь, не будьте Михаилом Задорновым. Да, это было очень, очень важно, но в любом случае, да, понимаете, serious fucking business. Да, вот, опять вспоминается картинка покемонов за serious business. Короче, 279 миллионов хомячков не могут ошибаться. Это да. Играйте в покемонов, стремитесь к победе. Заносите Nintendo. Вот. Вот, но на самом деле, я что еще надо сказать вот насчет мобилок, насчет всего прочего. Nintendo же выпустила первое мобильное приложение Miitomo. Miyamoto. 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 Плюс мессенджер с аватарками из Tamodachi Live. Плюс ми-мейкер. Ну, в начале совсем ми-мейкер. И плюс родительский контроль, в котором его будут внимательно слить, чтобы незнакомые люди не присылали вам свои пенисы. Да, это точно. Но при этом ничего не мешает создать тебе ми, у которого будет вместо лица что-то похожее на фенис, и отправить его в гости к друзьям. Учитывая, кстати, хороший редактор ми, это вполне возможно. Вот. На самом деле, просто про самого ми-тому мало что можно сказать, потому что, ну, подождем, увидим. Выходит совсем скоро. Ну да, через пару выпусков мы уже поговорим про него подробно, но... Да, но пока это реально это Tamodachi Live. Там даже вот этот вот синтезатор голоса абсолютно такой же, как Tamodachi Live. Он клевый, мне нравится. Он забавный. Вот. В чем просто прикол, там же еще можно покупать темы для 3DS, можно покупать игрули для Nintendo 3DS за монетки. Да. Это прикольно. Да. Так вот, насчет монеток как раз, я что-нибудь сказать. Начала работать еще и вот моя Nintendo, которая в Японии, но уже на Reddit, уже там, в Тонете посочились, награды, что за что дают. Так вот, будет два типа монеток. Золотые и платиновые. Я тебе сегодня написал, что серебряный, а на самом деле платиновые. Платиновые это такая, несмотря на то, что называется платиновые, на самом деле это серебро. Короче, внутриигровая валюта, которую можно тратить на всякую хрень. При этом там будет, например, Picross Zelda, которую можно будет купить только за платиновые монетки. Все нормальные игровые релизы, которые можно будет покупать, можно будет покупать только за золотые монетки. Золотые монетки в награду ты получаешь за покупку игр непосредственно. То есть там все зависит от стоимости игры, от того, электронная это игра или фитюрский носитель, там, триплей релиз это или инди. Вот это вот все. В коробке с игрой будут лежать эти игры? В коробке с игрой, я так понял, что нет. А, то есть это уходит в цифру. Прощай, индустрия, я укажу. То есть в данной ситуации, да, она уходит в цифру. Мне интересно, как будет учитываться, во что ты там играл? Ну, то есть будет ли как-то лог твой читаться, который сейчас ведется у консоли? Скорее всего, у тебя просто будет читаться лог и в память картриджа самого уже будет записываться, непосредственно активирован он или нет? Вот да. Это как бы достаточно легко реализуемо. Я не спорю. Но, в общем и целом, штука прикольная, но непонятно, как она будет работать. Ну, поэтому мы и сказали, что через пару выпусков вернемся, посмотрим. При этом по схемке, которая в интернете появлялась, уже видно, что были видны ценники. И нормальные вполне себе игровые проекты, там та же самая виртуальная консоль. Они будут стоить в среднем где-то, ну, например, в virtual консоли игры будут стоить 380 монеток. При этом за игру ты получаешь от 50 до 90 монеток. То есть ситуация, на самом деле, точно такая же, как когда закрывался Nintendo Club. У тебя точно также были звезды и там точно также появились игры, которые ты можешь получать в виде времени кода. И точно также там были совершенно конские цены на них. Ага. Поэтому пока, ну, в общем, чтобы получить игру на virtual консоль, нужно купить порядка трех игр нормальных. Чтобы получить какой-то... Учитывая, что сейчас для Nintendo 3DS выходит 3 игры в год нормально... Ну вот, как раз на virtual консольку сейчас заработаешь. А вот, а учитывая, что какой-то нормальный типа, ну, AAA проект будет стоить раза в два, то есть в три дороже, там я не знаю уже вообще, как надо будет мыслить. Ну, опять, к этому, я думаю, можно будет вернуться и более подробно поговорить, когда уже все это заработает у нас. Да, то есть через пару выпусков. Так вот, перейдем к следующей теме. Давай. Так, тихо, мирно и чинно. Под веселую музыку мы сегодня в очередной раз короним PlayStation Vita. По одной простой причине. Ну, как бы, мы знаем, что в Японии она живет и здравствуйте, в нее еще игры новые выходят. Проблема только в том, что даже такой, в общем-то, гигант, как Square Enix, решил вот свой свежий скорый релиз, который выходит в Японии, на западный рынок не выводить вообще. То есть то, что вот выходит в Японии сейчас на Vita, не будет выходить на западе. Поэтому, как бы, ну... То есть разработчики окончательно разуверились в PlayStation Vita. PlayStation Vita окончательно превращается вот в рудимент, вот в этот вот. Она просто превращается в геймпад для... Да, вот как у Wii U геймпад с экрана, так PlayStation Vita превращается в геймпад для PlayStation 4. Чтоб ты мог удаленно поиграть в судьбинушку, в дивизию, в которую сейчас играют, или во что там еще. Да, да, или что еще будет модно через пару месяцев. А что там будет модно-то? Что-нибудь выйдет такое еще там. Titanfall 2. Сейчас, да, сейчас тренд на MMO-шные игры такие, MMO-стайл. Вот. Ну и... Ну... Ну... Ну, на этой теме, на самом деле, хочется немножко... Побольше поговорить, потому что... Все-таки Vita хорошая консоль. И я не понимаю, почему Sony... Вот упорно сейчас ее игнорируют. Упорно сливает их как-то, игр новых не выпускает, и вообще... Все такие вещи сливаются только после того, как ты посчитал деньги, сколько тебе придется вложить. Когда у тебя риски гораздо выше, нежели возможная прибыль. И компания решает просто не рисковать. Нет, это все понятно. Смотри, у тебя есть уже инсталл-база. Но договаривайся-то, выпускай игры, старайся, напирай на то, что тебе нужны эксклюзивы. Почему, если эти игры выходят в Японии, ты не можешь как-то там повлиять на разработчиков или дать вид? Чтоб они переносили их на Запад. И кроме от Square Enix, ты себе в пользовательскую базу не повысишь. Ой, ну камон! Столько народу играет в переиздание Final Fantasy 10 и 10.2 именно на PlayStation Vita. И мне кажется, она должна была продаваться, что это лучше всего на PS4. Какую игру они сейчас отменили? Там была какая-то со странным названием. Да, я честно не скажу сейчас, потому что я не помню новости. Но суть в том, что Sony должна сама была в тело тигра. Вот она сделала. I am Tsutsuna. Ты бы купил себе I am Tsutsuna? Ну, не знаю, она выглядит как-то как GRPG, изометрическая. А, это как Андрея нас любит, да? Мне норм, всей душой люблю. То есть, ну, если она интереснее, я бы поиграл. Ну, я просто, что она, ну, может быть, она совсем не то. Ну, тут, ну, не знаю, выглядит вполне себе GRPG-шно так. А, да, это то, что считают идейным наследником Chrono Trigger. Да ладно. Да. Чё, она не выйдет? Нет, ну, понимаешь, она, смотри, она написана, что... Прости, но ты родился в Египте. Да, да. Прости, не будет? Нет, при этом, смотри, написано, что... Она выйдет в диджитал релиз, выйдет на PS4 и Steam, а на Vita нет. А причём, на Vita, видишь, написано, она, типа, должна была выйти... Ну, то есть, она ещё должна была выйти в Adventures of Mana, а выйдет только в Японии. Ну, это жалко. А на Западе нет. Я говорю, под конец жизненного цикла PSP вышло на ней много хороших игр, в том числе много хороших и интересных GRPG. И это только подстригнуло продажи PSP. В частности, Street продавался очень неплохо уже. Здесь, что мешает? Вот то же самое. GRPG, вроде бы, это, блин, по сути, могли быть System Seller. Удобно играть на противке GRPG. Ну, это не поспоришь, конечно. И я не понимаю, что так. А, спроси у Майкрософта. У Майкрософта? Какого хрена? Эксклюзивы отменяете. А, ну, ты думаешь, что здесь схожая, да, ситуация? Ну, ты понимаешь, Майкрософта распаляется на две платформы, а Sony, наоборот, получается, сейчас стараются отсечь платативную и сконцентрироваться исключительно на PS4. И это особенно печально, потому что в свете того, что Nintendo видит, что у нее нет конкуренции, она может себе позволить впускать такую срань, как новый Metroid, мать его. Вот, да. Потому что конкуренция всегда в плюс. А учитывая, что у нас сейчас консоли выпускает кто? У нас консоли выпускает Microsoft, Sony и Nintendo. Microsoft не выпускает портативных консолей, Sony забивает на портативные консоли, и действительно у 3DS не остается никаких конкурентов. А скажется ли это хорошо на будущем поколении нинтендовских портативных? Вот это вопрос. Очень хороший вопрос. Да. Но вы об этом можете, собственно, поговорить в комментариях, как обычно. Мы это все читаем. Нет, суть в том, что у Nintendo просто останется монополистом на рынке портативных. Так это не является хорошо. Опять-таки, банально посмотри на российскую экономику. Российская экономика сплошь состоит из компаний монополистов. Это хорошо? Доллар по 70 рублей, это хорошо, по-твоему? Уже 70? Ну сколько там? Нормально. Я просто к тому, что конкуренция всегда хорошо. Конкуренция всегда стимулирует что-то улучшать, что-то делать лучше, двигаться вперед. Пока у Nintendo не было конкурентов, они выпускали Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, которые отличались друг от друга примерно никак. Ну да. Вот и все. А сейчас с Nintendo можете выпускать New 3DS XL, на котором можно запустить игры со SNES. Очень полезно. А вот, кстати, Леша Кластер сказал, что не потянет 3DS действительно обычный эмулятор Super Nintendo. Вот он как программист сказал, что ему кажется, что это невозможно. Все равно не верю. Ну то есть как бы, извини, игры с 3D графоном она, блин, тянет, а эмуляцию не тянет. И при этом, блин, какая-нибудь там Nintendo DS, которая предыдущего поколения с кеми-то хаками от хакеров, почему-то тянула. С тормозами, но тянула. С другой стороны, да, тянула же. А 3DS-то в разы мощнее. А New 3DS еще мощнее. Поэтому да, здесь очень сложная ситуация, которую можно очень долго перетирать. Ну, я предлагаю остановиться на этом. Оставить, так сказать, пищу для размышлений. Что будет с Nintendo, если у нее не будет конкурентов. И пока не заиграл снова Борис Борисович, продолжим. Да, ну, я надеюсь, что Борис Борисович не так часто будет подставить. Не-не-не, теперь Металлика должна брать. А, да. Но пока не заиграла, под скрипочку мы погрузимся на самое, что у меня есть опасное дно. Пацаны, давайте. Уже одно. Быстро мы сегодня. Ну, что, начнем с нашей любимой? Чем там обделался Фил? Да, да, именно так. Фил в этот раз вообще мужик. Я просто уже не знаю, куда деваться и как... Мне даже уже шутки кончились. Две темы. Две темы про Фила. Две темы про Фила. Короче, первая тема, пока Юра соображает, я скажу. Фил Спенсер не обидится, если вы играете на пекарне и не покупаете их. Xbox One. Потому что ему насрать. То есть, да. Вы понимаете, да? Глава отделения Xbox сказал дословно, что если у вас есть ПК, вы, в принципе, можете не покупать... Я что сказал? Если у вас есть ПК, вы можете не покупать его консоль. Что это вообще такое? Что это за маркетинг такой? У него какой-то маркетинг 2.0 новый, что ли, пошел? Я не знаю. Возможно, это реверсивный маркетинг. Да, да, да. От противного. Нет, пацаны, Xbox не нужен. Не надо. Я посидел и решил, Xbox не нужен. Не, ну может мы купим? Да не надо, не надо. Ну я куплю. Да забудь. Мне говорят куплю, а ты не купи. Вот. Не, ну что у тебя стимул был вообще? Вот вообще пропал стимул. Мы еще цену на 200 долларов поднимаем, короче. До кучи. Да я куплю. Пожалуйста, не берите. Мы все эксклюзивы уже на ПК. Не покупайте наши консольки. Вот. А потом он говорит типа, что... Вы меня неправильно поняли. Вы меня неправильно поняли. И как бы все нормально. А после этого он еще и говорит, что типа, а теперь в ближайшем будущем вы сможете с Xbox играть в мультиплеер с чуваками на винде и на PS4. И что самое главное, кстати, Sony эту тему поддержала. А Sony, мне кажется, знаешь, у них такой огромный телевизор посреди офиса. И они, значит, следят за Филом Спенсером в прямом эфире. Знаешь, как вот голос ждут в футболе. Сейчас что-нибудь ляпнет, сейчас ляпнет, сейчас ляпнет. И Фил такой ляпает, он такой, ааа, давай поддержим у нас на отсталого. Ну а как это еще может быть? Что это за хрень? Нет, ну в данной ситуации, конечно, понятно, что Microsoft сливает перед Sony сейчас очень сильно, вот в данной ситуации. Поэтому Sony, естественно, может только поддержать. Потому что, поддержав идею вот этого кросс-платформенного гейминга, Sony делает лучше только себе. Потому что опять, люди такие, ну если я смогу играть с людьми с BK, с Хуаном, я возьму сразу PS4. И это сработает, в принципе. Я вообще не понимаю, у Microsoft все нормально, если ты не читаешь каждую неделю речи Фила Спенсера. Стоит их почитать, кажется, что все в упадке, все говенно. Но стоит тебе сесть за Xbox One, тебе кажется, что все зашибись. Отличные игры раздаются в лайве, все прекрасно, все круто, пока Тил Спенсер что-нибудь не ляпнет. Не, ну вот это так и есть. Вот, Андрей, ну скажи. Тебе нравится играть на Xbox One? Охеренно. Пока Тил Спенсер не выдвинет новую идею по порабочению человечества. Слушай, я тебе это уже говорил. У тебя игры никто не отбирает. Игры тебе еще и даже раздают. Понимаешь, в каждом поколении ты себе в любом случае выбираешь фаворита из консолей. И тебе хочется, чтобы в консоли, которая нравится тебе, все было немножко лучше, чем у других консолей. Но есть такая тигня. Нет, я не спорю, конечно есть. Но просто в данной ситуации я понимаю, что вот... Я понимаю, что сейчас многие не поймут моего мнения. Но я считаю, что вот, действительно, это поколение, тут все консоли аутсайдеры. Вот все абсолютно. Даже очень успешный PlayStation 4 это аутсайдер. Потому что с играми все плохо в этом поколении. Ты не можешь, знаешь, обычно выбирается по играм. Пас, я тебе объясню, почему у Sony все лучше, чем... Знаешь почему? У них Кила Спенсера нет. У них все молчат. Ты не спорю. Нет, просто смотри, ситуация какая. Слушай, еще два года назад ты ему поклонялся. Нет, просто... Да он тогда, видимо, еще не сошел с ума. А это, видимо, с Владимиром Владимировичем на пару какие-то одинаковые грибочки хуже. Не, просто, к чему я говорю, вот смотри, реально, аутсайдерское поколение, к чему? Лучшие игры у Nintendo, Nintendo в жопе. Лучшее железо, ну, на данный момент объективно у PlayStation 4, но на нее нет игр. Ну, их очень мало. И есть баланс. И есть баланс в виде иксбокса, который тупо слили. Потому что у них есть лысый дятел, который сдубасит их. Какой лысый? Кто лысый? Фил Спенсер. Ну, он какой-то такой, короче, белесый. У него пришлось, как у меня братан. Белесый. Ну, вот я и говорю, за лысиной. Юр, короче, ты все перепутал. Ну, короче, Фил Спенсер, какой-то он такой и голова у него, как яйцо. Юр очень много знает о Филе Спенсере, того, чего не знаем мы. Короче говоря, ну, блин, ну сколько можно говорить какую-то странную чушь? Ну, как можно, а? Ну, да. Втирать какую-то дичь. Да, вот это, что это за дичь ты мне втираешь каждую неделю, Фил? Вот, да. Ну, просто уже завалить его. Слушай, ну, я тебе говорю, ну, вот просто успокойся. Ты знаешь, как там, если вас насилуют, расслабьтесь и насилуйте. Да, постарайтесь получить удовольствие. Получите удовольствие. И я тебе говорю, игры тебе раздают по-прежнему хорошие. Игры у тебя никто не отбирает. Геймпад прекрасный. Сервисы тебе нравятся. Дизайн у консоли божественный. Да, 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 я уже говорю. Просто, ты понимаешь, при всем при этом тебя насилуют постоянно. А меня насилуют все трое платформодержателей. Каждый меня хочет насиловать. Во. И тебя, и тебя. Мы все жертвы в этой войне. Ну, к счастью, меня насилуют только один. Но мы все равно жертвы все. У тебя Вита есть. И чё? Я на неё игры, к счастью, не покупаю. Я просто прихожу к Паше, к Вите, к кому угодно. Говорю, чё есть, к чё поиграть. Я говорю, да, нас забери. И все такие, а ничего нету. И Андрей такой, я только думал. И уходит. Пойду, залью себе дальнобойщиков буду смотреть сериальщики. Ты такой, а что там, а Сатсуна-то не вышло? Сатсуна не вышло? На Вите, по сути, я вот... Прям вот от начала до конца я прошёл Грим Фанданго. Ну, перепрошёл. Ну, потому что хорошая игра. А ты прям знаешь, да, куда идти и так далее. Потому что иначе-то вообще сложно. Нет, Грим Фанданго я задрачивал. Он хороший, он прикольный. Но, кстати, ладно. В этот раз на Вите я во вкладке открыл браузер. Я уже сверялся. Ну, потому что она реально упоротая была местами. То есть я рассказывал. Вот это там, где нужно в лесу, в трёх локациях, Тебе нужно ходить с дорожным знаком и найти место, в которое его нужно воткнуть. А там просто такое маленькое пятнышко на земле, тёмное. Тебе его просто нужно всё помнить. А оно ещё на маленьком экране. Да, на маленьком экране. Ты просто такой... Это я из детства помню. А теперь вот я говорю, прикинь, у тебя три локации. Тебе нужно вот просто в такой огромных кусках земли найти, куда его воткнуть. Ты еб***ься. Я... Да. Вот, потом я прошёл Hotline Miami 1, Hotline Miami 2. Ну, это всё прям хорошо. Они там хорошо, да. Они там прям как надо. Вот я начал потом играть на ПК. Вот затем вот вышли бы они на физическом носителе, я бы прям с удовольствием взял бы. Обе. Что-то на Каил Майами Антончик. У Пашки я ещё взял Need for Speed Most Wanted. Ну, такое. Ну, там сама игра, но такое. Она и на старших консолях такая же странная. И я ещё взял Virtual Last Reward. Она прикольная, но у неё херовая оптимизация под виду. Да, говорите, на 3DS там проходить. Да, это правда. На Vita она омерзительная, причём мне кажется, что у меня глюкнуло, потому что я вроде бы решил все пазлы. Я смотрел прохождение, я не знаю, что ещё надо делать. Потому что всё, у меня должен быть открыться выход, он не открывается. Я вот уже несколько раз пересматривал даже вот видео летсплеи, прохождение текста. Я всё посмотрел, вроде всё сделал. Выгод не открывается. Что делать? Начинать заново, начинать заново, это ***. Это часа четыре. Да, жесть. И вот я сейчас в такой патовой ситуации. Ну и как бы на Vita много инди-игр. Это прикольно, но покупать такую, ну как бы, она реально мощная. У неё куча возможностей на консолях. Гироскопы, задняя тач-панель, передняя тач-панель. Я как бы, я изначально к Vita относился негативно. Потом она мне понравилась. Она милая. Как девайс. Она такая, она приятная, она в руках хорошо не лежит. Она много чего умеет. Круто. Труто. Очень-очень. Но такой мощный. И ты включаешь Most Wanted, вот там графон. Прям графон. Причём она реально... Включай Uncharted, вот там графон. Причём, что самое смешное, Most Wanted реально выглядит хорошо. То есть он выглядит не намного хуже, чем версия с консолей домашних. Да. И ты прям играешь и такой, да, это круто. Я вот помню, его без слота раздавали, когда... Я прям, я причём даже приличный ачивок там открыл. Хорошая игра. Вот. А после этого тебе кое-чем по кое-чему и как бы говорят, братан, играй в пикселявая Индия. Да. Особенно, да, вспомнить стартовую линейку, где был Uncharted, извините меня, который очень неплохо выглядел. Да, Uncharted отличный. Где был... Кавком, который, блин, выглядел вообще офигительно. Это до сих пор игра, которая лучше всего выглядит на Вите. То есть там мало того, что там графон, там ещё 60 кадров в секунду. Всё как надо. Mortal Kombat, я вообще не представляю, как можно было такой Mortal Kombat после этого выпускать. Я не понимаю, как. Но там есть кубач. Это да. Это да. Больше деградатства. Ну, кстати, хороший кубач. Я в него много часов поиграл. Я не спорю. Но вот... Сейчас приду домой опять сяду. Такой прям... На Вите это прям такой вот... Настолько дегенеративно прекрасный процесс. Ты о чём говоришь? Про Майнкрафт? Майнкрафт же. Вот ложишься в кровати. Подожди, ты умеешь играть в Майнкрафт? Родной мой. Я в него и играю. Ещё с Альфа. Я думал, взрослые мальчики не умеют играть в Майнкрафт. Ой, я его купил. Ты редко заходишь на Ютуб. У тебя, видимо, приложение Ютуб на видео не установлено. Нет, на Ютуб смотрите. Ютуб смотрит через браузу. Там вся фиска в том, что в топе как раз находятся большие мальчики, которые играют в Майнкрафт. Играют в Майнкрафт. Потом под ними находятся маленькие мальчики, которые играют в Майнкрафт. Вот наху они у тебя есть в Майнкрафт? А где-то вот... А где-то вот, знаешь, вот... А где-то вот очень низко... Находимся мы. Да. И над этим всем-всем-всем-всем-всем и Ван Гай. Да, да. А над всем над этим и Ван Гай. А над Ван Гаем у него просто на ушах стоит Юдипай, короче, и стрёт на него. Потому что Юдипай вообще пофигу на всё. Ну а напоследок хочется поговорить об игре, которой не было. На самом деле на Е3 Sony показывала игру Rhyme, которая многим напомнила The Legend of Zelda Wind Waker, потому что она такая тоже мультяшная, там какой-то мальчик бегает, у неё там вот это поле, голубое небо, всё прям классно, красиво. И всем понравилось. Но что-то вот ей показали и больше не было информации об игре. А между прочим игру делала студия под названием Tequila Works. В ней собрались люди, которые не на минуточку работали в очень крупных компаниях, включая Blizzard там тот же самый. И странно, что ничего не слышно. И буквально вчера появляется новость о том, что Tequila Works на самом деле выкупила у Sony права на Rhyme. И теперь Rhyme вроде как в разработке, но теперь это не эксклюзив PlayStation 4, и теперь может выйти где угодно, скорее всего. На деле ничего не понятно, потому что на следующий день, то есть сегодня, появилась вообще информация о том, что Rhyme на самом деле это один большой фейк. То есть как бы человек, который связан с индустрией. Ну, как обычно у нас есть такие длинные языки, которые любят трепаться где-нибудь там в Reddit или ещё что-то. В общем, один из этих инсайдеров, который вроде как является разработчиком игр точно так же, рассказал, причём со ссылкой, о том, что этой игры на самом деле никогда не было. Её показали в 2013 году. Но то, что показали в 2013 году, вот этот единственный ролик, который до сих пор бродит... Да. Этот единственный ролик, который бродит по сети. То есть, ты понимаешь, одно дело, этот, The Last Guardian. Ну да. Которые вроде как его делают, потому что всё время показывают что-то новое, что-то переделанное. Но видно, что одни работа ведётся. Здесь как бы вообще показали и всё. Так вот, он говорит то, что на самом деле игры никогда не было. Над ней никто не работал. И Sony... Ну там, вернее, как... Над ней начинали работать, но получалась какая-то хрень. Никто не понимал насколько это хорошо. В итоге Sony это задолбало настолько, что она даже DevKit у разработчиков отозвала. И получается то, что вот этот вот ролик, который все видели, это ничто иное, как просто синематик, который показывает нам вполне себе медитативный, ну как все их считали, медитативный кусочек, в котором мало чего происходит, но выглядит это очень круто и очень красиво. А на деле болт. А на деле кроме этого кусочка и нет ничего. Да, кроме этого кусочка ничего нет и не было. И это на самом деле, ну, большая и серьёзная проблема. Это очень грустно, потому что, ну, это проект реально, который очень многих зацепил. Это проект, на который очень многие обратили внимание. И, во-первых, теперь понятно, что если действительно, если Sony отдала права разработчикам, они такие, типа, ну, мы не хотим с вами больше иметь дело, потому что вы ничего не делаете, все, вот вам, забирайте и идите нахер. При этом, естественно, как бы, Текилла Воркс не будет ничего такого. Вы говорите, они скажут, нет, вы что, мы работаем, и в итоге мы получим нечто, знаешь, вот из уровня вот этого вот говносимулятора, которые вот в прямом смысле вот эти вот симуляторы говна, которые сейчас появляются в Гринлайте. Игры про говно, вот самые разнообразные. Симулятор хлеба, симулятор козла. Нет, я тебе сейчас трёхлю, сейчас вот последние пару месяцев пошёл какой-то тренд выпускать игры про говно, именно вот говно, 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 говно. Говорят, можно какашками кидаться в людей, можно там за какашку играть или ещё что-то. Зачем? Я, наверное, давно не заходил в Стим. Это какие-то отголоски современного гротеска и москодернизма. Да, 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 да. Внутренний протест. Это, знаешь, это спустя сколько, лет десять, весь мировой интернет посмотрел «Зелёного слоника», да? Да, смотри, Паша, после твоего говна люди разбегаются. И понял, что вот шутки про сладкий хлеб нужно пускать в народ хотя бы путём инди-игр. Хотя бы путём того, что это монетизируется. Да. В общем, я не знаю, но я боюсь, что теперь Rime если и выйдет, то это выйдет что-то вот такого же формата, что и игры про говно из Стима. Ты слышал про Rime 2013? Нет. Я тоже. Ну, потому что вы не смотрели конференцию в Gamescom, вы топили за Xbox и вам вообще было пофигу, что показывало. Мы не продолжаем топить. Ну вот, дураки, да? Вот. Ну и хрен бы с ней. Да. Традиционно. И на этой прекрасной ноте можно сказать наши традиционные слова, можно всплывать. Да. Я напомню перед прощанием ещё разом. А вот в этом вот конвертике у нас их два и две игры в Deluxe издании на ПК мы разыгрываем. И 500 стоит. Да. Среди всех подписчиков нашего паблика, игровой батискав, которые репостнут эту запись с этим роликом. И мы в течение недельки подведём итоги и наградим щедро этих замечательных людей. В общем, давайте. Будьте с нами, учитывая, что паблика у нас небольшой, зрителей у нас немного, шансы у вас достаточно высокие. Ну и на этой прекрасной ноте спасибо, что вы смотрели нас до конца. Я очень удивлён этому. Андрей рад этому. Подписывайтесь на канал, ставьте хэштег, дайте Андрею слово. Вступайте в группу, пишите на нас твит, перерассказывайте друзьям. Любите Юрия Алексеевича в этот раз. Юрий Алексеевич в этот раз что-то соснул под конец. Юрий Чехов всем рекомендую. Что-то соснул под конец. В общем, давайте вспыхаем.